В эти минуты в Тверском суде столицы должна была рассматриваться жалоба адвокатов лидера Левого фронта Сергея Удальцова на решение о 10-дневном аресте оппозиционера. К зданию суда, как и вчера, пришли сторонники Удальцова, и там же находится корреспондент Дождя Катя Базанова. Она на прямой связи со студией. Катя, ну вот как только что выяснилось, рассмотрение жалобы Удальцова на его арест перенесено на 7 января из-за того, что оппозиционер находится в больнице. Какова сейчас обстановка около здания суда? Что делают его сторонники? Почему-то было закрытым, потому что пресса спускали по каким-то специальным спискам. Пономарев, наверное, был единственным депутатом, по крайней мере, как он сказал. Да, суд проявил гуманность, именно так это звучало, и заседание перенесено на 7 января, то есть Удальцов придет заключение Новый год. Это уже совершенно ясно. Я до заседания успела поговорить с его адвокатом, даже не только по телефону. Он сказал, что первый раз в своей практике он видит в зале суда людей в масках и с оружием. И вот, собственно, что сейчас происходит, нам, наверное, сейчас придет сворачивать вещи, потому что полиции становится все больше и больше, а адвокаты обещали выйти в прессе и, собственно, рассказать, что там происходило. Но я так понимаю, что все было очень быстро. Спасибо, Катя. Ну, ждем от вас подробностей. В следующем часе расскажете, что там происходит. Катя Базанова от здания Тверского суда, где сегодня должно было быть рассмотрено обращение адвокатов оппозиционера Сергея Удальцова по поводу его последнего ареста. Катя Базанова от здания Тверского суда.